Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш практический курс «Английский язык с нуля до продвинутого уровня» по приложению English Galaxy. Мы с вами далее разбираем 150 самых важных глаголов в основных временах английского языка. Да, следующий глагол «тел» переводится «сказать кому-то, рассказывать». Формы «тел», «толд», «толд», «тел», «толд», «толд». Как сказать «он рассказал мне эту историю». Он рассказал мне «he told me», «he told me» эту историю, «this story». «he told me this story», «he told me this story». Он рассказал мне эту историю, «he told me this story». Следующий глагол «stop», «основиться», «stop». Скажем, «я остановился недалеко от того места». «Я остановился», «я остановился». «I stopped». Да, видите, здесь просто особенность прописания, буква «пи» удваивается. И получается «stopped». «I stopped» недалеко, «not far», «not far», «от», «from», «not far», «from», «того места», «that place». «I stopped not far from that place». «Я остановился недалеко от того места». «I stopped not far from that place». Далее. «Стоить» по-английски будет «cost», «cost». Форма глагола «cost», 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 «cost». Да, мы видим, что все три формы одинаковые. «Cost», «cost», «cost». Как сказать «игрушка стоила 10 долларов». Дословно «игрушка» будет «toy», «toy». Ну, смотрите, видите, единственное число, необходимо поставить артикль. Игрушка конкретная, то есть или это, или та. Также, видите, в начале предложения ставится именно «the». Получается «the toy». Это важный момент, здесь грамматически важно поставить именно «the». «The toy». Далее «стоила», «cost», «10 долларов», «ten dollars». «The toy cost», «ten dollars». А может быть, это означает «настоящее время»? Там «игрушка» стоит «10 долларов». Смотрите, нет. Если «настоящее время», что бы изменилось? Мы бы еще добавили «s», и тогда было бы «the toy costs ten dollars». А здесь прошедшее, поэтому именно так. «The toy costs ten dollars». Хорошо. Следующий глагол «stand». «Стоять», «встать». «Stand». Формы «stand», «stood», «stood». «Stand», «stood», «stood». Как мы скажем? «Я встал и пошел туда». «Я встал». Смотрите, если «встать» из сидящего или лежащего положения, то мы используем просто «stand», а «stand up». Потом давайте здесь говорим «я встал». «I stood up» и пошел «and went» туда «there». «Я встал и пошел туда». «I stood up and went there». «Speak» переводится как «говорить». Часто мы это используем именно в контексте «говорить на каком-то языке». Формы «speak», «spoke», «spoken». «Speak», «spoke», «spoken». Смотрите, запомните следующие фразы. «A little», «немного», «a little». А вот «немного говорить» на английском — это фраза «speak English a little». «Speak English a little». «A little», «speak English a little». Хорошо, как мы скажем «мы немного говорили на английском». То есть дословно мы говорим «мы говорили на английском», используем форму «speak», «мы говорили на английском», «we spoke English», и далее «немного», по умолчанию используем фразу «a little», «we spoke English a little», «we spoke English a little». «Мы немного говорили на английском», «we spoke English a little». Следующий глагол «learn» переводится «учить-выучить», «learn». Данный глагол может быть как правильным, так и неправильным. Если неправильной формы, то «learn», «learned», «learned». Да, на самом деле мы также нередко видим именно неправильную форму в британском английском. Но и так, и так может встретиться. Смотрите, как сказать «я учу английский, когда у меня есть свободное время». Фразу «учить английский» по умолчанию используем «learned English». Получается, «я учу английский, when I have free time». Я учу английский, «когда у меня есть свободное время». I learn English when I have free time. Далее. Send. Переводится отправлять, посылать. Send. Формы send. Send, send, send. Send, send, send. Как сказать? Я отправил ей сообщение. Я отправил. I sent ей, her. I sent her сообщение. Да, мы с вами ранее говорили, что обычно здесь имеется в виду именно когда что-то неопределённое, поэтому здесь обычно по умолчанию используется и на неправильный артикль. Поэтому не просто message, а a message. I sent her a message. I sent her a message. Я отправил ей сообщение. I sent her a message. Visit. Если глагол переводится посещать. Visit. Ну, также переводится это как визит. Посещение. Visit. Как сказать? Я бы хотел посетить разные страны и города. Конструкция. Я бы хотел что-то сделать. I'd like to плюс глагол. То есть получается I'd like to. I'd like to. Далее посетить. Visit. I'd like to visit. I'd like to visit. Разные. Different. Страны и города. Страны и города. Countries and cities. Different. Countries and cities. I'd like to visit. Different. Countries and cities. I'd like to visit. Different. Countries and cities. Я бы хотел посетить разные страны и города. Да. I'd like to visit. Different. Countries and cities. Следующий глагол should. Переводится как следует. Should. Запомните следующую формулу. Should плюс глагол. Следует сделать что-то. Should плюс глагол. Смотрите. Как мы скажем. Я думаю, что тебе следует сделать это. Я думаю, что будет I think that. I think that. Тебе следует. You should. И далее говорим глагол как есть. То есть делать. Do. You should do. Это it. I think that. You should do it. I think that. You should do it. Я думаю, что тебе следует сделать это. I think that. You should do it. А как мы скажем. Я думаю, что тебе следует пойти туда. Я думаю, что. I think that. Тебе следует. You should. I think that. You should. Пойти туда. Go there. You should go there. I think that. You should go there. I think that. You should go there. Я думаю, что тебе следует пойти туда. I think that. You should go there. Prepare переводится как готовиться. Prepare. Prepare. Запомните следующие фразы. Prepare for. Готовиться к чему-то. То есть здесь мы используем именно преток for. Prepare for. Prepare for. Например, фразы, смотрите. Prepare for this exam. Готовиться к этому экзамену. Или же Prepare for this test. Готовиться к этому тесту. Prepare for this exam. Prepare for this test. Скажем. Мне нужно подготовиться к этому экзамену. Мне нужно I need подготовиться. Не просто prepare, а помню конструкцию I need to плюс глагол. В этом, да, получается I need to. Далее глагол готовиться. Prepare. I need to prepare к. Та фраза prepare for. Именно for. I need to prepare for этому экзамену this exam. I need to prepare for this exam. I need to prepare for this exam. Мне нужно готовиться к этому экзамену. Или, в принципе, также можно перевести Мне нужно подготовиться к этому экзамену. I need to prepare for this exam. Следующий глагол. Break. Переводится как ломать. Break. Формы. Break, broke, broken. Break, broke, broken. Но, на самом деле, очень часто используется фраза breakdown. Breakdown переводится как сломаться, ломаться. Breakdown. Очень часто мы это используем и в контексте, говоря о машине. Breakdown. И так же давайте вспомним еще одно слово. Suddenly. Suddenly переводится вдруг, внезапно, неожиданно. Suddenly. Suddenly. Скажем. Их машина сломалась внезапно. Их машина, their car, сломалась. Не просто broke, а еще добавляем down. Получается, broke down. Broke down. Their car, broke down. Внезапно. Suddenly. Their car, broke down, suddenly. Their car, broke down, suddenly. Их машина сломалась внезапно. Their car, broke down, suddenly. Следующий глагол. Быть. Be. Форма be. Be, was, were, been. Be, was, were, been. Как мы скажем. Я был занят весь день. Я был. I was. Занят. Busy. I was busy. И фраза весь день. All day. All day. I was busy all day. I was busy all day. Я был занят весь день. I was busy all day. Они были действительно счастливы вместе. Они были. They were. Действительно. Счастливы. Really happy. They were really happy. Вместе. Together. Они были действительно счастливы вместе. Они были действительно счастливы вместе. Также переходите в наши социальные сети, где мы выкладываем дополнительные полезные материалы. Ссылки в описании. Ссылки в описании. Хорошо. Трешний глагол. Say. Сказать. Say. Формы. Said. Said. Say. Said. Да. Помним фразу. Сказать это. Это будет. Say it. Say it. Say it. Как мы скажем. Он часто говорил это. Он часто. He often. Говорил это. Говорил. Said. Это it. Said it. He often said it. He often said it. Он часто говорил это. He often said it. Следующий глагол. Depend. Зависеть. Depend. Здесь нужно запомнить фразу. Depend on. Зависеть от. То есть видите. Хотя по-русски мы говорим от. То видите. В английском здесь именно предлог on. Depend on. Depend on. Скажем. Это зависит от тебя. Это зависит. It. Depends. От тебя. От. Именно будет он. Потому что видите фраза depend on. It depends on тебя, you. It depends on you. It depends on you. Это зависит от тебя. It depends on you. Это зависит от разных вещей. Это зависит. It depends. От. Он. It depends on. Разных вещей. Different things. It depends on different things. It depends on different things. Это зависит от разных вещей. It depends on different things. Следующий глагол smoke. Курить. Smoke. Он не курит. Видите, обычно в настоящее время present simple. Он. He. Значит doesn't. С глаголом. Получается. He doesn't. Курит. Smoke. He doesn't smoke. He doesn't smoke. Он не курит. He doesn't smoke. Следующий глагол. Like. Нравится. Like. Скажем. Мне нравится эта еда. Мне нравится. I like. I like. Это еда. This food. This food. I like. This food. I like. This food. Мне нравится эта еда. I like. This food. Также смотрите. Запомните следующую конструкцию. I like. Плюс глагол. Плюс инкформа. Мы с вами по умолчанию используем данную конструкцию. I like. Плюс глагол. Плюс инкформа. Если мы хотим показать, что нам что-то реально нравится. Скажем. Мне нравится путешествовать. Мне нравится. I like. Путешествовать. Не просто travel. А еще добавляется инк. И получается traveling. Traveling. I like traveling. I like traveling. Мне нравится путешествовать. Если использовать инкформу, получается I like traveling. I like traveling. Но смотрите. Это можно сказать и по-другому. Есть другая формула. I like to плюс глагол. Мне нравится что-то делать. В принципе, так тоже встречается и употребляется. Давайте также паттернируемся. I like to плюс глагол. Скажем, используя to. Мне нравится путешествовать. Мне нравится. I like to. И далее глагол путешествовать. Travel. Мне нравится путешествовать. Используя to. Получается I like to travel. То есть, видите, можно сказать по-разному. Или же I like traveling. Или же I like to travel. Смотрите. Следующий глагол. Talk. Разговаривать. Talk. Запомните конструкцию. Let's плюс глагол. Let's плюс глагол. Давайте сделаем что-то. Скажем, давай поговорим. Обычно в этом контексте, если просто там поговорить, говорить, мы используем именно talk. И получается let's talk. Let's talk. Давай поговорим. Let's talk. Let's talk. Давай поговорим об этом. Запомните фразу. Talk about. Это поговорить о или об. Talk about. Получается, давай поговорим. Let's talk. Об этом. About it. Let's talk about it. Let's talk about it. Или далее, смотрите, другой пример. Скажем, давай поговорим об этой вещи. Давай поговорим. Давайте поговорим об этой вещи. Let's talk about this thing. Давайте talk. Это чистый звук О. Здесь звук Л нет. О. Talk. Let's talk. Let's talk about this thing. Далее. Celebrate. Праздновать. Celebrate. Я бы хотел отпраздновать свой день рождения. Я бы хотел. Это конструкция. I'd like to плюс глагол. Да я бы хотел что-то сделать. I'd like to отпраздновать. Celebrate. I'd like to celebrate. Свой день рождения. То есть мой день рождения. My birthday. I'd like to celebrate my birthday. I'd like to celebrate my birthday. Я бы хотел отпраздновать свой день рождения. I'd like to celebrate my birthday. Следующий глагол. Turn. Поворачивать. Turn. Поверни направо. Будет turn right. Turn right. Поверни направо. Turn right. Поверни налево. Turn left. Turn left. Поверни налево. Turn left. Еще раз, смотрите. Поверни направо. Turn right. Поверни налево. Turn left. Как будет по-английски «звонить»? По умолчанию мы с вами используем глагол call. Call. Звонить. Итак, как сказать? Ты можешь позвонить мне? Ты можешь. You can. Позвонить мне. Call me. You can call me. You can call me. Ты можешь. Позвонить мне. You can call me. Далее, смотрите. Запомните также фразу. Call you back. Call you back. Переводится «перезвонить тебе» или же «перезвонить вам». Call you back. Call you back. Как мы скажем? Я скоро перезвоню тебе. Я скоро. Вспоминаем, что слово «сун», «скоро» ставится в конце. То есть получается, я перезвоню тебе. По умолчанию используем краткую форму. Я перезвоню тебе. I'll call you back. I'll call you back. Скоро. Soon. I'll call you back. Soon. I'll call you back. Soon. Я скоро. Перезвоню тебе. I'll call you back. Soon. Think. Думать. Think. Формы. Think. Thought. Thought. Think. Thought. Thought. Смотрите. Также необходимо знать конструкцию must плюс глагол. Должен сделать что-то. Must плюс глагол. Должен сделать что-то. Вообще, да, must переводится как должен. Must. Если говорим о себе, то я должен сделать что-то. Это конструкция. I must плюс глагол. I must плюс глагол. Я должен сделать что-то. Скажем. Я думаю, что я должен сделать это. Я думаю, что... I think that... I think that... Я должен... I must... Сделать это. И после must говорим глагол как есть. То есть делать do... Это it. I must do it. I think that... I must do it. I think that... I must do it. Я думаю, что я должен сделать это. Я думаю, что я должен сделать это. I think that... I must do it. Discuss. Обсуждать. Discuss. Итак, вспомним формулу. Let's плюс глагол. Давай сделаем что-то. Let's плюс глагол. Скажем. Давай обсудим это. Давай обсудим. Let's discuss. Это it. Let's discuss it. Let's discuss it. Давай обсудим это. Let's discuss it. Конечно, можно сказать, давай поговорим об этом. Это будет... Помните? Let's talk about it. Let's talk about it. Или немножко более формально можем сказать, использовать discuss. Давай обсудим это. Let's discuss it. Let's discuss it. Хорошо. Как сказать? Давай обсудим эту вещь. Давай обсудим. Let's discuss... Эту вещь... This thing. Let's discuss this thing. Let's discuss this thing. Давай обсудим эту вещь. Let's discuss this thing. Do... Переводится как делать. Do. Формы. Do, did, done. Do, did, done. Ты сделал это очень хорошо. Ты сделал... You did... Это it. You did it. You did it. Очень хорошо. Very well. Very well. You did it very well. You did it very well. Ты сделал это очень хорошо. You did it very well. Оставаться... По-английски будет stay. Stay. Запомните фразу... Stay at home. Оставаться дома. Stay at home. Да, по умолчанию используем как раз данную фразу. Stay at home. Скажем... Я решил остаться дома. Я решил... I decided... I decided... Остаться... Не просто stay... А вначале остается to... Да, получается... I decided to... А вначале stay... I decided to stay... Дома... At home. I decided to stay at home. I decided to stay at home. Я решил... Остаться дома. I decided to stay at home. Хорошо. Следующий глагол... Drive. Drive переводится как водить. В смысле, какое-то транспортное средство. Drive. Drive. Формы... Drive, drove, driven. Drive, drove, driven. Смотрите. Также запомните следующую конструкцию. Can you плюс глагол. Can you плюс глагол. Переводится... Ты умеешь делать что-то... Или же... Вы умеете делать что-то. Can you плюс глагол. То есть, видите, здесь в вопросе не нужно ставить ни do, ни does, ни am, ни is, ни are. Просто can в начале. Can you плюс глагол. Вопрос. Ты умеешь водить? Да, именно когда глагол уметь, здесь вопрос образуется по-особому. Ты умеешь... Дословно получается умеешь ты. Can you... Водить будет drive. Can you drive? Can you drive? Ты умеешь водить? Can you drive? И далее краткий ответ. Да, я умею. Yes, I can. Yes, I can. Или нет, я не умею. No, I can't. No, I can't. Да, по умолчанию используем произношение именно can't. Can't. Возможно, вариант долга А. Can't. Там no, I can't. Но часто именно can't. No, I can't. По умолчанию так и говорим. No, I can't. Еще раз. Ты умеешь водить? Can you drive? И далее краткие ответы. Да, я умею. Yes, I can. Нет, я не умею. No, I can't. Смотрите данный видеокурс и отрабатывайте весь пройденный материал в приложении English Galaxy для достижения максимального эффекта. До встречи. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok